Антон Пережогин Антон Пережогин Антон Пережогин Антон Пережогин Антон Пережогин И, конечно, представители бизнеса. И вот вы говорите о первых результатах. Конечно, о результатах где-то говорить сложно, но есть вещи, на которые мы уже обратили внимание. Вот наша группа как раз занималась вопросами развития предпринимательства. Какие проблемы? Я бы назвал несколько вещей, на которых я уже обратил внимание. Во-первых, есть очень много разных государственных программ, разных структур, работающих в помощь предпринимателю, но они настолько разобщены, что даже чиновники сами путаются в названиях и видах помощи. Некоторые организации друг друга дублируют. Граждане вообще не понимают, где они брали эти кредиты, кто им объяснял. В этой организации получить кредит стоит столько документов, в этой по-другому здесь вот так. И одна из первых мыслей, которая ко мне пришла, это значит, все это надо объединить воедино. То же самое касается документов. То есть дублирующие пакеты документов отвлекают бизнес различными там справками, отчетами и так далее. Ну и еще один момент, конечно, это связано с тем, как госорганы должны взаимодействовать. Еще момент очень серьезный. То, что мы сегодня, к сожалению, слишком много уделяем внимания центру, областному центру, может быть где-то районам, но село вне внимания, то есть развития бизнеса. Как бы село воспринимается такого для микробизнеса или семейного бизнеса. И максимум, о чем мы говорим на селе, что мы там даем 5-6 миллионов кредитов, а там 10 миллионов. И считаем, что для них это достаточно. На самом деле, село уже переросло. Семейный бизнес, да, для него это достаточно. А вот, например, более крупный бизнес, например, мы недавно были в ауле Кенгер, по-моему, называется, в Тимирском районе. И там предприниматель начал зарабатывать на козловодстве молочном. У него 57 голов очень такого хорошего скота, из зарубежных, то есть это английская, нубийская порода, швейцарские породы. Очень прибыльный бизнес. Но он говорит, вот да, он там содержит куропаток, он говорит, да, я заработал деньги, хочу построить кирпичный завод, я бы принял сюда 60 человек на работу. То есть это довольно хорошее производство. Да, я уже на 80 процентов достроил, но мне нужно оборотные средства и чуть-чуть достроить. Да, 60 миллионов тенге мне нужно, чтобы я 60 человек принял на работу, и мы стабильно работали. Я через два года верну. Ни один банк ему не дает. Потому что получается, что сельский бизнес считается для банков рискованным. Банки на районном уровне останавливаются, в аулы не идут. Проблема, проблема. По какой причине, кстати, они не идут? Это то, что залоговое имущество они считают недостаточно дорогое для залогов? Ну да, конечно. Вот получается, он же не виноват, что он живет на селе. Сельский дом, для него даже, наверное, он не дешевле для него лично, чем для горожанина, который там купил квартиру. Этот дом, который Росоон, родители строили, для него он очень дорог. Может быть, для банка он стоит 10 тысяч долларов, для него он дороже, чем 100 тысяч долларов. И этот предприниматель говорит, я же не рискну этот мой отеческий дом продать. Я честно буду работать в том, почему мои права нарушаются, почему я не могу, как городской житель, свой дом поставить под залог и взять нормальный кредит. И почему ко мне недоверие заранее, только потому что я живу на селе. И прав предприниматель, он говорит, ну хорошо, да, семейный бизнес у меня идет. Но если я этих 60 человек возьму на работу, они не поедут в город, не будут там искать работу, не будут там создавать проблемы, помогите нам. Еще, знаете, один момент, на который мы обратили внимание, все-таки вот вопрос местного самоуправления, да, вот сейчас готовится новый закон. Например, я наблюдаю за всей этой деятельностью, как мы обсуждали, как отвечают на вопросы чиновники, руководители разных организаций, подумал. Нам нужно все-таки внести изменения в закон о местном самоуправлении, да, сделать Акимов ближе к предпринимателям. Почему? Потому что, в принципе, для государства сейчас, когда цены на нефть упали, когда в бюджет не поступают деньги, легкие деньги, да, как считается, других мест сегодня, как создание рабочих мест, кроме малого и среднего бизнеса, сегодня нет. То есть развитие малого и среднего бизнеса – это ключевая сегодня возможность сохранить рынок труда, то есть избежать массовой безработицы. То есть сегодня это не то, что я хочу или не хочу, это помогает, да, это необходимость. То есть мы сейчас работаем над законом о местном самоуправлении, говорят, что мы опираемся на польский опыт. Так вот в Польше, так называемый там местный Аким, в местный бюджет сельский получает налоги от местных предпринимателей. Он очень сильно заинтересован, чтобы предприниматель работал, чтобы он торговал, чтобы у него дела шли. У нас же все налоги уходят в центр. Если бы хотя бы 5% со всего оборота, да, там, прибыли предпринимателей, поступало бы не в центр, а оставалось бы на селе, что поменялось бы? Аким поселка Аула бегал бы за предпринимателем, за руководил бы, им помогал бы преодолеть различные проблемы. То есть получается это, по-вашему, некая децентрализация каких-то полномочий, да, властных полномочий? Вы правильно сказали, вот децентрализация. То есть в центре должна определять стратегию, а внизу должны делать тактику, то есть самый ближний уровень для граждан. То есть вот он, власть рядом со мной. Понятно, что в ауле нет архитектора, в ауле нет органов социальной защиты, в ауле нет земельной инспекции, в ауле нет, правильно, вот ему, чтобы решить вопрос, надо в райцентр ехать или чуть ли не в Актюбинск. Если Аким сельского округа зависит от этих предпринимателей, он бы все эти функции сам выполнял бы, все выучил бы и вводил бы за руки. Вы правильно сказали, вот децентрализация все-таки нам очень нужна. И вообще, для того, чтобы на стране пошел бизнес, граждане должны быть политически, юридически, финансово грамотные. Другие люди просто не делают бизнес, да? А политически, финансово, юридически грамотные люди, они обычно слишком умные, чтобы ими управлять. Значит, наши Акимы сельского округа или там местная власть, они должны научиться управлять умными людьми, да? То есть по-другому нельзя. Для этого, мне кажется, нужно быть просто еще умнее. Надо быть еще умнее. Вы совершенно правильно говорите. Вот я сегодня, такая мне мысль пришла. Думаю, вот мы хотим, если, чтобы граждане занимались бизнесом, значит, мы должны уже предполагать, что они будут умными, да? Или, вот я сегодня заметил, мы много встреч провели за эти дни. Самые активные, кто задает вопросы, кто говорит местным чиновникам, вы не правы, я к вам приходил, давайте вот так сделаем. И лучше бы вы с нами посоветовались, мы бы вам правильно подсказали. Бюджетник так редко говорит. Другой, наверное, промолчит, да безработный, потому что предприниматели очень активны. Я вообще думаю, в нашей стране, если какие-то реформы будут происходить общественные, предприниматели во главе, потому что это активные люди и так далее. И потом еще один момент, о котором мы мало говорим, я хочу вот воспользоваться сегодняшним эфиром и сказать. Вот сегодня молодежь обучается в вузах, колледжах, я здесь со студентами встречался. Вот мы недавно изучили рынок труда, я занимаюсь как раз человеческим капиталом, рынок труда. То есть мы изучили 7136 компаний и выявили 134 тысячи вакантных мест. И что нам показало? Всего лишь 15% рабочих мест это для людей с высшим образованием. Мы поняли, что на рынке резко сокращается потребность в кадрах с высшим образованием. То есть мы должны честно сказать нашей молодежи, те, кто учится в вузах, ребята, вы рискуете остаться без работы, если уже сейчас, обучаясь в вузах, не будете открывать свой бизнес, не будете этому учиться. И вот сегодня перед палатой предпринимателей стоит задача сделать так, чтобы вузы были предпринимательскими. Кстати, в Америке сейчас уже отказываются от классических университетов, как это было раньше, которые занимаются и наукой, исследованием, они там где-то там, даже не бизнесом. А вот именно сейчас создаются университеты, так называемые предпринимательские, которые вот в центре Ак-Тюбе стоит университет. Он должен готовить кадры для, например, есть завод по изготовлению тележек для вот этого завода. Есть козловодство. Для козловодства он должен изучать узконаправленные детали. Именно для местного бизнеса. То есть университет должен быть интеллектуальной средой для местного бизнеса. А у нас какой из этих колледжей готовит специалистов по козловодству? Какой из этих колледжей готовит, как там, сапоги шить, да? Вот даже я был вчера в кондитерской ваниль, да, мне очень сильно понравилось. Но какой из наших колледжей подготовил туда кадров, да? Например, насколько я понял, руководители этой компании говорят, да, мы обучали детей в России. Потому что у нас, то есть получается, мы учим одному, а потребность другая. У нас есть колледж сервиса, там готовят как раз кондитеров. Но это хорошо, но это единственное место, где у нас готовят кондитеров и поваров. А на весь город нужно, мне кажется, побольше. А с другой стороны, вот мы должны исходить не из того, кого может колледж готовить. Например, сейчас вот мы предложили новый вариант, да? В колледжах должны обучаться только те, кого приняли уже на работу компания, да? То есть вот ваниль набирает 10 человек сам конкурс. На перспективу. Да, которые ему нужны там через два года. И он говорит, вот мои 10, вот колледж сервиса обучи этих 10 людей до обеда на участие, после обеда на практику. Я им еще доплачиваю за практику. Вот такой механизм. То есть у нас не получится, что мы плодим дипломированную безработицу. Вот на сегодняшний день в стране полтора миллиона человек имеет диплом о высшем образовании, при этом они не работают по специальности. Это самый страшный уровень безработицы, потому что эти люди 4 года потеряли, деньги потеряли, надежду и мечты потеряли. Потому что они хотели одно, получили другое, да? Вот мы сегодня имеем перед собой задачу сблизить систему подготовки кадров и бизнеса, да? Кстати, об этом мы тоже говорили. Вот сегодня я встречался со студентами колледжа. И вот интересно, полный зал, я спрашиваю, кто из вас хочет заниматься бизнесом? Из 150-200 человек, один сверху поднял другу. Я говорю, ну это же страшно, это же неправильно. Вы все хотите стать наемными работниками, но на рынке труда 80% рабочих мест это в малом бизнесе, то есть вы должны сами создавать рабочие места. Если вы уже сейчас обучаетесь, а как происходит на Западе, да? 70% студентов хотят открыть свой бизнес, то есть сами создать рабочие места и нанимать других. У нас наоборот. 70% студентов хотят стать наемными работниками, то есть они не видят себя самостоятельно. Вот проблема. Вот это то, что я за несколько дней посмотрел. Я вам, кстати, благодарен, что вы дали возможность мне выступить. Спасибо, спасибо большое. Ну а от себя хотелось бы добавить, что, так сказать, подытожить наш разговор и обратиться к тем же самым студентам. Если хотите, правда, много зарабатывать, то работайте только на себя, исключительно на себя. Спасибо большое, Мурат. Хотелось бы добавить, что у нас в студии был заместитель председателя Национальной палаты предпринимателей Мурат Абенов. Спасибо еще раз большое. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok